Добрый день, молодые люди! Меня зовут Эрик Сукашоков, и сегодня я вас познакомлю с человеком, которого знают некоторые. Всё потому, что он активный игрок на моих стримах. И вообще, Нати Найки, это очень популярное имя. Сейчас он набирает популярность, потому что он продолжил Симпл сыграть 1 на 1 на 3 тысячи долларов. Симпл, а потом не хочешь имку? Потом это когда? Ну, когда ты рэди будешь. На 3 тысячи долларов? Да. А сколько у тебя часов в кейске? 10 тысяч. Я против него играл, а у меня в ноль выебалось. Окей, но если я выиграю, ты мне ничего не должен, согласен? Всё, до времени. Он реально достоин этого челленджа. Он реально достойный этой имки, потому что то, что вы сейчас увидите, как он играет на имбот, как он играет на имках, вы будете в шоке. Денис Натинаки Калачев, 15-летний парень из Украины, Запорожье. Один из лучших аймеров мира. У него более 7 тысяч матчей на фэсите, а имок он сыграл приблизительно 20 тысяч раз. В день он играет около 10 турниров, где выигрывает половину, а за последние 2 года он заработал 6 тысяч долларов. В этом ролике вы видите, как он стреляет на имбот, играет против меня имку, сыграет против рандомных 3К Л игроков, ну и расскажет про себя более подробно. Возможно, в этом ролике вы увидите восходящую звезду, потому что с такими показателями не проявить себя это будет очень сложно. Мы сыграли с Денисом за последние 12 месяцев, наверное, каток 15. Ни разу я не выиграл его, ни разу. Даже недавно мы играли, и я выиграл только 2 раунда из 2 каток. Вы понимаете, насколько он неадекват? Это все классно, парень кидает челленджи Симплу. Симплу, кстати, соглашается, но почему-то после этого не отвечает на его сообщения. А он тебе ответил в итоге? Нет. А катка когда будет у вас? Вообще неизвестно, молчит. Но в любом случае, я в этого парня верю. И я очень сильно жду эту катку против Симпла, потому что он реально неадекват. Я повторюсь, именно в этом же смысле. Он неадекват. Когда вы увидите, как он играет на имбках, вы потеряете вообще понимание того, что вы умеете играть в эту игру. Я титул ловлю, когда я играю против него. Ничего не получается. Сейчас мы на имботе не просто так. Все потому, что есть такой андеграунд челлендж на карте имбот. Понятное дело, тут есть свои рекорды, они где-то на карте. Но разработчик этой карты остался в 2005 году и их не обновляет. Там лучше время 41 секунда. У меня уже 44 секунды. Типа, настолько все изменилось быстро. А у этого Дениса рекорд 31 секунда. Если что, мировой рекорд на этой карте тоже 31 секунда. Возможно, рекорд у кого-то даже есть лучше, но, к сожалению, записи никакой нет. Поэтому имеем, что имеем. Разница Дениса Калачева на Тинеке с лучшим игроком мира на этой карте при этом челленджа всего лишь разница в миллисекунды. На Тинеке, я тебя хорошо рекламирую? Нормально. Как же он дует микрофон, вы понимаете, настолько он агрессивный. Давайте начинать. Сейчас на Тинеке вам покажет, как он стреляет, как он наводится. И он покажет лучшее время. Мы сделаем несколько попыток и добьемся 34-35 секунд. 33.7 33 секунды прямо сейчас вы увидели. Это просто мачо, гений какой-то. Такой маленький, а уже 33 секунды. Короче, сейчас мы пойдем с ним играть аимку. И вы убедитесь в том, что он неадекват. Третий раз на этот ролик я вам говорю. Идем дальше. Следите за тем, как он играет. Следите за тем, как он стреляет. И потом смотрите, как я играю. Денис, я очень хочу тебя уничтожить. Если я возьму 5 раундов, это уже хорошо. Без шуток. Вот как так быстро можно реагировать? Я играл в рейки. Много раз. Но так меня никто не убивал. Хватит дышать микрофон. Когда ты меня еще... Вы видите, что он делает? Ему 15 лет, и он в каком классе? В девятом? В девятом и заканчиваю, да. Вы уходишь со школы? Она еще не понятна. Скорее всего, да. Скорее всего. А сколько ты зарабатываешь в месяц? Ну, на две булочки хватает. Нет, сколько ты зарабатываешь, чувак? Долларов 500. Долларов 500? На чем? На имках. Вот и все. Это же... Это нужно этим гордиться, а не скромничать. У меня самоценка падает, когда с тобой аимки играют. Может быть, не надо так сильно? У меня руки уже просто... Я тебя назвал бестящий аимер. Поднимется? Да. Я прочитаю. Оуу, как же ты прочитан. Так вы легкий игрок. Давай. Ладно. Я не подавался. Правда. Клянусь, не подавался. Идем в вторую. Вторая катка. Денис по сценарию 16-4. И опять еще раз. Все, давай. Сейчас поднимется наверх, так и читаем. А, поднялся, реально читаем. Ну все, чувак. Я создал твой портрет. Осталось немножечко. Оу. Найс, что-то. Ой-ей. Я вышел вперед, что-то. Сейчас у меня ситуация... У меня нет. Сколько ты часов играешь в день? 10+. 10 плюс часов. Ты очень сильно похож на хардецкого, знаешь, чем? Он такой же быстрый в плане... И стримкалисты. Давай, допустим, в тот момент же, если я кого-то хочу найти, к чью-то страничку ВКонтакте, чей-то канал на Ютьюбе, как-то понять, кто это, задианонить, ну, для себя лично. Я писал хардецкому. То есть он очень быстро находил нужную информацию. Очень быстро. Все аккаунты, человек и так далее. Ты такой же быстрый. Ты быстро думаешь в этом плане. Поэтому респект. Ты похож на хардецкого в этом плане. А хардецкий сейчас играет в гамбитах в Apex, поэтому... Да, я знаю. Спасибо. Все хорошо. Боже, какой ты читаешь. Да, ты простырь меня отвлекаешься. Я тебя отвлекаю. Тихо. 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 Я не... Ну, ладно, хорошо, я вылетел вперед. Хорошо, хорошо, я открылся. Допустим. Это мой возле нас раундов, это точно. А, мой рекорд 14? Да. Ну, все. Чувак, ну 13 раундов для меня это реально круто. Ребят, сейчас я проведу большой такой экспириенс. Я беру свою страничку ВКонтакте, пишу. Ребята, я дам 5000 рублей тому, кто выиграет на Тинеке на имке. Сейчас я вам покажу, как на Тинеке убьет десятых ловелов подряд просто всех. Я вам покажу то, что этот чел нереально неадекват. Давайте смотреть, что будет. В общем, у меня есть беседа. Делаем контент. Вот, а дам 5000 рублей за то, что выиграете на Тинеке на имке. Напишите плюс, кто готов. Пять человек. Тинеке на имке. Натянуть жесткий ровки были. Позже, я 5000 должен. Денис. Ладно, хорошо, давайте следующий посмотрим. Денис. Он бешеный. Бешеный, да? Вот так он должен был со всеми делать. Вот так? На Тинеке мне поддавался 100%. Следующий, запускайся. Какой счет был? Это 16-10. Ну все. Пользуйся на Тинеке. Давайте на Касе пускать. Денис. Денис. Что-то тяжко идет. Да, очень тяжко идет, Денис. Ну, Пак, в итоге что ты сделал? В итоге ты из четырех каток выиграл три. Ладно, спасибо большое всем за игру. Ваше мнение про его игру. Я был близко, но я не знаю. У меня потом три последних раунда просто. Инстаграм я сдавал. Попадает хорошо. Да. Ты находишься с моим стримоматным локациям? Любая хэгл позиция, и он попадает все равно. Окей, ладно, ребят, давайте. Спасибо. Денис Калачев, я хочу тебе сказать так. Ты хороший Аймер, и я искренне верю, что у тебя получится что-либо в киберспорте. У тебя есть желания и планы на то, чтобы врываться в этот киберспорт? Да, конечно, есть. В этом месяце я планирую играть с Фандером и Айрскейпом премку, и мы хотим зайти втроем в топ-100 и сыграть в полце Квалу. И мы надеемся, что пройдем в полце. Через несколько дней тебе исполняется 16 лет, и ты сможешь играть на всех турнирах, которые проходят сейчас в CSGO. Если ты не пробьешься никуда, то это будет слишком моей большой ошибкой, потому что, ну, я, если рассадить это как инвестицию, я прям топлю за то, что ты где-то, хоть где-то себя проявишь, потому что твоя стрельба, она на уровне ехиндера, или даже лучше, по наводке, по скорости. Твой Айм, он безупречен. Твое еще и желание тренироваться, оно впечатляет, потому что этот парень отстреливает огромное количество ботов. Мне очень было за него грустно, когда Симпл согласился на игру 1-1, он запустил стрим, сказал в начале стрима, что он Аймку, скорее всего, сыграет. Перед этим Денис потренировался и сделал 30 тысяч киллов на Аймботсе, и в итоге Симпл заканчивает стрим, ничего не сказав. Очень грустно было, но я уверен, что вот с таким настроем, с такой агрессией и с таким желанием чего-то сделать, что-то показать людям, такой человек не потеряется. Мне это все очень нравится, я его буду поддерживать в любом случае. Я был готов заплатить 3 тысячи долларов Симплу, если Натинаки бы проиграл. То есть настолько я верю в этого 15-летнего мальчика из Запорожья. Через 2 дня ему будет 16. Ну а сейчас давай поговорим немножечко про вообще твой сетап. Ты сейчас, я вижу, сидишь HyperX. Расскажи, пожалуйста, почему именно они, и какой у тебя монитор, какая герцовка? Если что, это все большие деньги стоят, понятное дело, но он не из богатой семьи. Он заработал это все на АИМках. Как вы уже слышали на АИМке, он зарабатывает, выигрывая турниры. В день он играет по 30 матчей примерно, да? Ну да. И половину из турниров он забирает себе. Сколько средний призовой фонд на одном турнире? 3 евро. Ну, это если говорить про один сайт. А на другом за первое место дают 10 долларов, за второе 6, за третье 5. Если учитывать весь топ, ты какое место занимаешь по всему миру, как АИМер? Ну, я считаю, где-то, по своему мнению, третье. Скажи, пожалуйста, первое и второе место, как зовут их ребят? Первое Ярослав Мшин. И второе это Максим Зик. Худяков. Дай небольшой экспириенс ребятам. Сколько им нужно настрилить деботов? Как вообще им тренироваться перед началом игрового дня? Ну, я считаю, что нужно зайти на АИМ-бот и настрелять хотя бы несколько тысяч ботов. Но я настреливаю перед матчами около пяти тысяч. Если играю пять на пять. Если играю АИМки, то я не разминаюсь. И в течение дня еще настреливаю около пятидесяти тысяч между матчами. Кстати, насчет самой прокачки ПК. Вы, наверное, думаете, ну, он такой крутой и так далее, давай ему прокачай ПК. Но нет, я не буду, потому что у него уже все хорошо. Ну и во-вторых, если бы я ему прокачал бы ПК, с тем учетом, что он на моих стримах очень часто играет, его все знают, мои зрители, я бы не стал это делать. Ну, это было бы как-то не очень. Но на этом, я думаю, что стоит закончить. Меня зовут Эрик Шоков. Это Денис Калачев на Тинеке. Я надеюсь, что он чего-то добьется в киберспорте. Я буду вас держать в курсе. Я сделаю с ним отчет через годик. Давай, Денис, договоримся. 1 мая 2022 года мы с тобой собираемся и делаем такой ролик. Я надеюсь, не в интернете, не в Запорожье, а ты будешь находиться где-то в столице России, России, либо той же Украины. Спасибо тебе большое. Жду я тебя побед. Без шуток. Ну, клянусь, я жду, что ты чего-то добьешься. Но нельзя так. Так, талантик по стрельбе. Очень хороший. Очень хорошо играешь. Такой же ролик я делал про Моноси. Такой же ролик я делал про Демона. Ребят, кто хочет, можете посмотреть. После ролика с Моноси через месяца-два его взяли в нами Джуниор. Поэтому, на Тинеке, будущее за тобой.